всем привет всем здравствуйте сегодня у вас обещанный прямой эфир со стемпингом мы будем совмещать новую капсулу новый бокс dolce я вот думала с чем сегодня поработать и вот почему-то хочется опять сделать черный вчера мы с вами кстати делали жестовскую роспись на слайдерах и тоже использовали черный фон сегодня хочу сделать вот из этой серии сейчас покажу я называю это еще сицилийская вдова дизайн с гипюром и с кружевом вы знаете что в бокс прекратить публикацию в бокс у нас вошло восемь слайдеров ой 10 10 10 слайдера и здесь пополам здесь получается у нас 5 стекло сейчас я установлю камеру это там где выпуклые украшения видите в технике стекла выполнены вот 1 до 2 3 4 и 5 и 5 плоскостных это фоновые это не 5 как раз вот один из пяти лету кружева ну потому что дольче габбана у них вообще это как бы как основной элемент который ну в 20 процентов коллекции всегда идет даже если вы в магазин дольче габбана оригинальный зайдете там всегда ну 20 процентов одежды будет идти с черным с черным гипюром и с красивыми массивными украшениями вот поэтому сегодня мы с вами поработаем вот этим слайдером и возьмем вот из этой серии украшения всевозможные видите крестики вот такие нити потому что сюда вот как раз идет что-то такое более спокойное не цветное да вот такие вот чабы скорее всего сейчас вот с этим и поработаем вот и как альтернатива я сегодня обещала показать стемпинг у нас есть пластина которая выходила весной она посвящена кружево гипюр очень много здесь есть видите вот просто сетки на основе которого вы можете вообще сделать свой гипюр свое кружево добавив еще дополнительные элементы вот поэтому когда в боксе заканчивается кружева вы помните о том что у вас есть еще пластины вот пластина она универсальная здесь постарались взять видите и орнаментальные фоновые варианты просто фатин и готовое кружево поэтому мы сегодня с вами и слайдером работаем и пластиной так цвета кто первый раз сегодня еще не видел цвета бокса посмотрите обязательно предыдущие все эфиры они все разные там есть по презентации бокса где прям выкрашивала наклеечки клеила более подробно рассказывала о трендах дольче габбана что у них выходила весной летом осенью зимой почему такие оттенки мы взяли да почему такие принты мы взяли вчера у нас была жестовская роспись опять же тоже на фоне дольче габбана слушайте скажите какое у меня качество сейчас эфира поставьте плюсики если эфир нормальный потому что мне такое ощущение что сегодня барахлит интернет я думаю может сегодня что-то не так с интернетом поставьте плюсики если все хорошо и как раз мы берем с вами черный цвет берем черный цвет я сейчас буду постоянно подглядывать смотрите буду постоянно к этой картинке возвращаться то что мне видите я типсы из россии с собой не привезла так посмотрели закрыли так вариант сделать ладно вот этот буду делать в центре здесь как раз послойное нанесение сейчас мой первый вариант с вами сделаем просто со слайдерами а второй вариант сделаем уже со стемпингом нет ли давайте начнем со стемпинга все-таки темата у нас заявлено стемпинг плюс капсулу да поэтому предлагаю сделать со стемпингом очень красивый цвет черного очень кто любит черные цвета очень благородный мягким перламутром сегодня для стемпинга так как это дольче габбана понадобится нам всего лишь черный хотя если взять вот весну-лето у них очень много и белого гипюра было можно будет обязательно на днях еще попробовать с белым сделать так черный сейчас мы здесь себе место освободим вот слева я сейчас хочу сделать вот такой вот подобный слева дальше чтобы сейчас поработать со стемпингом нам нужно с вами нанести teclas именно не ультрашайн смотрите ультрашайн он все-таки просто как финиш вот для стемпинга лучше взять teclas суши и возьмем скорее всего наверное вот этот вот вариант снимем посмотрим скорее всего либо два раза придется отпечатывать можно кстати гипюр делать эмпасты он такой будет знаете не ярко выраженный черный да а будет такой слегка полупрозрачный потому что лаком сейчас будет прям такой конкретный плотный черный цвет кружева если хочется что-то такое средненькое полупрозрачный то лучше брать краску гелевую так 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 Высушили. Как бы мне сейчас не испачкать мой красивенный фон. Надо что-нибудь постелить. Вот, кстати, для вдохновения как раз. Смотрите, как красиво. Вот в этом весь дольче габбана. Это вот то, что продается в интернет-магазине. Это даже, видите, вещи не с показов. Это то, что продается. Они любят очень сильно украшения, так же, как и Коко Шанель. Я бы даже, знаете, как сказала, что эти два парня, скорее всего, ею вдохновлялись, когда создавали свои украшения. Так, сейчас мы чину постили. Надеюсь, у меня дочка ругать не будет. Взяла какие-то ее бумажки. Все должно быть красиво. Все должно быть. Все. Даже в эфире. Так как работаем с лаком, работать надо очень быстро. Так, и второй раз отпечатываем. У меня, кстати, жидкость пришла. Порадуйтесь за меня. Все, смотрите, у меня на каменец и мешная жидкость. Потому что я полмесяца промучилась, жидкость закончилась. Так, и повторно делаем. Еще раз. Если хочется, чтобы черный был не такой явный у кружева, да, то нужно брать эмпасту. Ну что, хорошечно получилось. Сейчас мы здесь еще такие вот штуки нарисуем. И будет вообще отлично. Так, это можно все убирать. Надо обязательно будет наделать еще в белом цвете дольчика бана. Обязательно эфир посвятим этому. Так, если где-то у нас лишний лак, мы берем вот так вот аккуратненько. Все, и убрали погрешности. Давайте еще раз сориентируемся, на что я смотрю. Я хочу сделать из этой серии дизайна. Вот у нас здесь есть в самом нижнем левом углу как раз похожий вариант. Только я сейчас сделаю со стемпингом, а там он сделан со слайдером. Так, ну здесь смотрите, в принципе, можно там вот эти полосочки не рисовать. Можно просто вот эту часть прикрыть уже и остальное уже украшалки поставить. И дальше, чтобы работать со слайдерами уже, со слайдерами, нужно нанести топ-слайдер. Боксы, они все сделаны на основе слайдеров, там шермиконов нет, поэтому основной расходный материал идет именно топ-слайдер. Наносим тонкий слой. Сушим. И с вами... Давайте маленький и большой крестик вырежем. Все пригодятся крестики. Давайте и маленький нам сейчас будет нужен, и большой. Это я сейчас на выходных буду садиться делать себе руку правую. Я уже рассказывала. Буду делать себе как раз черный. Долго думала, какой вариант сделать. Вот на правой руке у меня будет как раз черный цвет. Я водичку опускаю. Вам сейчас просто не видно за кадром. Так, бантики я очень люблю добавлять. Бантики. Хотя можно, знаете что, не бантики, а давайте просто значок добавим. Вот как промежуточное звено. Вот если посмотреть, видите, у них интервальные идут. Цепь, значок, там потом бусики, опять значок. С крестиками они очень любят играться. Вот они сердечко свое очень сильно любят. Так, ну начнем сверху. Здесь, единственное, нужно постараться, чтобы у нас черный крестик маленький не попал на черный фон, чтобы он читался. Стразики, вот если есть клепки, вот тоже ими можно дополнять классно. Вот как раз она сейчас в крестикую дырочку попадет. По идее. Вот. Вот. Быстро. Очень быстро. Сейчас мы с вами попробуем сделать полностью все со слайдерами. послойно все сушим и перекрываем либо матовым, либо глянцевым топом. Здесь, кстати, можно сейчас матовым перекрыть. Смотрите, а само украшение сделать глянцевым. Так. Так. Для этого сначала перекрывается полностью все матовым. убираем излишки топа с украшением. Сушим. Теперь берете Т-класс. Теперь берете Т-класс и уже только само украшение выделяете тонкой кисточкой. Т-класс и уже Kara Кринанс провел глянцев. Надписся. даже наверно лучше сейчас было перекрыть матовым и хорошо тогда выделяется орнамент сам сушим здесь хотя можно стразики добавлять посмотрю мне стразики должны быть вот так какое аккуратненько элегантное украшение все сушим так следующий вариант сейчас мы берем чисто слайдеры из набора вот она как раз это кружево очень хорошо например резать вот этот кусок пополам тоже не обязательно сама маленькая брать делите пополам и у вас получается такое кружево и такое вариант когда на весь ноготь тоже хорошо его куском просто целым так если нам нужно сделать отбивку из гель-лака то сначала вы клеите кружево а потом только уже делается либо французский маникюр мы здесь просто напополам приклеим так топ слайдер можно не на весь ноготь здесь нанести можно только в центре нанести там где нужно будет сейчас приклеить кружево сушить и вот уже готов ой черные прям вообще очень классно так водичка водичку опускаем все и кружево таки кусок большой точно удобней приклеить штампиком ультрабонд сейчас будем делать послойно можно подсушить потом подпилить сейчас мы еще подпилим все подпилили и снова берем красивый черный цвет из бокса дольче только называется эти дольче блэк я его очень хочу оставить базовом ассортименте потому что цвет очень классный сильно жирно не наносите потому что он плотный очень еще и перламутровый при этом видите не прозрачные поэтому жирно не наносим смотрите какой красивый отлив сушим и теперь чтобы сделать второй слой мы снова наносим топ слайдер вот в данном случае можно сейчас его нанести в принципе на весь ноготь да сейчас мы еще раз посмотрим что мы с вами сейчас сделаем видите здесь у меня сейчас будет поперек идти да поэтому второй слой по-любому нужно поэтому здесь уже можно на весь ноготочек нанести топ слайдер излишки топ слайдера можно снять отдельной кисточкой если хотите чтобы он не давал толщину так слушал и здесь вот в эту же тему хорошо взять вот на этом слайдере смотрите вот такой вот вариант просто сейчас мы его приклеим поперек сейчас посмотрим так потом здесь есть вот такой элемент смотрите он длинный сейчас украшал очка его можно тоже подсократить там пожелание например нужно только вот эта звездочка можете вот эти вот штучки отрезать например не помещается единственно что нужно аккуратненько это делать чтобы не испортить украшение потому что украшение объемная выглядит как стразы даже после покрытия финиша поэтому вырезать элементы нужно очень аккуратно так и снова крестик тоже пригодится возьмем маленький и 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 все и начинаете второй слой слайдеров прям на границу здесь 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 снизу и сверху этот вариант можно оставить глянцевым вы сейчас посмотрите скажите какому больший вариант нравится в глянце или в матовом да я всегда мечтала купить себе платье маленькая черная дольче габбана именно гипюровая так ультра бонд очень нежно аккуратно наносим так как там где украшения 5d идут они идут видите на прозрачной подложке вот чтобы смола не потянулась за кисточкой движение должно быть очень легкие не должно быть лишних движений все и финишное покрытие тоже движение легкие стараемся на кисточку не давить даже если чувствуете что лишний топ лучше потом возьмите отдельную кисть и отдельную кисть и отдельной кистью где вы видите что украшение утонула хочется чтобы оно было более фактурно просто выньте излишки излишки все и сушу сушим очень у нас быстрый эфир сегодня получился очень быстрый эфир пишите в комментариях какой вам вариант больше нравится глянцевый или матовый на этом у меня все встретимся с вами уже на следующей неделе также будем продолжать работать с вами боксом и нужно не забывать за коллекцию lost in time осень-зима красивую у нас еще новогодние декорации скоро выходят в общем много всего вкусного и найдется на любой вкус вкусного вкуса масло масляное вот поэтому не переживайте я сейчас от яркого отойду на следующей неделе вспомним за осенние варианты дизайна с коллекция lost in time и осенними декорациями всем хорошего рабочего дня вам понравилось я очень рада я рада я рада я рада я рада